В Минстрое одобрили новую концепцию ценообразования в строительстве. Там задумали настоящую революцию в ценообразовании, в результате которой можно будет сэкономить сотни миллионов рублей бюджетных средств. Уже в следующем году объекты, которые строятся на бюджетные средства, это детские сады, дороги, медицинские центры, новые стадионы, можно будет возводить гораздо дешевле. Освободившиеся деньги можно вложить в новые социальные проекты, предположили эксперты российской газеты. У государственных органов и подрядчиков появится единый механизм как детализированного, так и укрупненного ценообразования в строительной области, основанный на мониторинге и актуализации текущих ценно-ресурсов, оборудований, материала и труд с помощью современных, единых для отрасли методик расчета. Сегодня эксперты центра используют лишь 400 сметных нормативов для строительных материалов и монтажных работ, которые не только не помогают оптимизировать затраты, но и заметно увеличивают стоимость строительства. В будущем же в Минстрое планируют учитывать все эти детали и задействовать аж 300 тысяч сметных нормативов. Эта новая схема позволит поэтапно перейти с устаревшего индексно-базисного метода к более современному и более объективному ресурсному методу. Реформа ценообразования затронет все объекты бюджетного строительства. Это дорожная и транспортная инфраструктура, метро, аэропорты, порты, объекты социальных отраслей, объекты городской инфраструктуры. Если взять наш субъект, где нет вообще дорог с выходом на Россию, где у нас болото, здесь нужно, как мне кажется, относиться, скажем так, не ко всем одинаково. Допустим, на юге, там квадратный метр дороги гораздо дешевле, чем у нас здесь. У нас одна доставка чего стоит? У нас же речными судами везут битум, везут ПГС, а с песком у нас не все так хорошо, с строительным песком. То есть здесь нужно уже над этим вопросом поработать с каждым субъектом. Как сообщили в Минстрое, реализация концепции планируется в три этапа, основной из которых приходится на 2016 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова